Боже, Отец Наший 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 который мы обрели в нашей Матери Святой Церкви. Смысл жизни не потерять Бога. Тем более, когда мы видим, что некоторые архиереи являются предателями Церкви, когда некоторые пастыри, бывает, малодушевствуют, но мы видим, братья и сестры, и ревностных архиереев, отстаивающих чистоту Святого Православия, мы слышим и ревностных пастырей, которые восстают, противопоставляя свои мнения, мнению падшего общества, вооруженного против Церкви своим настроением. Мы, братья и сестры, укрепляемся с вами и единодушным общением, и утешаемся тем, что в сегодняшний день, когда многие малодушевствуют, а то и предают, кто-то из нас дает честные обещания служить Богу и быть верным до смерти заповедям Его и уставам Святой Матери Церкви. Это укрепляет и нас, и поддерживает нас. В сегодняшний день, братья и сестры, является передачима нашими милость Божия, которая проявляется в обновлении души новопостриженного брата нашего, инока Елисея. Сегодня явление особой милости Божией, особой любви Божией. Сегодня, братья и сестры, тихое веяние Святого Духа, которое совершает это дивное таинство. Когда человек уходит не от мира, уходит от греха в мире, а за мир, он по любви своей к Богу, и, как говорят святые отцы, любящие Бога, любят и Его творения, в душе своей он обещается быть молитвенником за весь мир, а значит, и за каждого из вас. Помоги, Господи, Отец Елисей, сохранить Тебе ту благодать Божию и приумножить, которую Ты сегодня получил во время иноческого пострига. Полк ангелов дается монаху в услужение по святым отцам реченному. Сегодняшний день на Тебя с любовью взирает Божья Матерь. Ангел-хранитель с умилением стоит глядя на Твое это честное обещание. Святый Пророк Елисей, верный ученик Пророка Ильи, сегодняшний день воспринимает Тебя под свой молитвенный покров. Сегодня день особой чистоты Твоей души и особых сил духовных Твоей души, которыми наделяет Тебя Бог. В этом дерзновении к Богу сейчас Ты будешь стоять в Божественную Литургию, молясь на ней, а потом будешь причащаться к святых Христовых Тайн, когда и Христос сам с Тобою соединится. Помни, что сегодняшний день у Тебя день особого дерзновения пред Богом молитвенного. И вот, стоя на Божественной Литургии, Ты сегодня старайся молиться не только о спасении Своей души, постарайся помолиться и за любящую Тебя, братья, и за меня, грешного Твоего, Игумена, и за всех, кто сегодня присутствует на Твоем постриге, и за любящих нас, и за ненавидящих, и за весь мир сегодня подвигни молитвою, а особенно за Своё Отечество, потому что Господь судил нам здесь родиться. От плодов, которые прозвращает наша земля, Господь нас питает. От источников, которые источает наша земля, мы пьём воду. Воздухом этим мы дышим. Мы окружены с младенчества здесь, на земле нашего Отечества, любящими нас людьми. И пускай эта молитва сегодня Богом будет услышана. И чаяние многих в сегодняшний день, чаяние жизни в Боге, чаяние мира в душах и мира в нашем Отечестве, пускай они сегодня по молитвам Твоим Богом исполняются. Сегодня великая радость у Тебя и у нас у всех. Сегодня великое утешение у Тебя и у нас у всех. Но помни, что сегодня великая радость и великое утешение и там, на небе, в Церкви торжествующей, которая радуется ликом святых своих и ангельских сил бесплотных. И сама Божья Матерь, и сам Господь утешается этим малым действием, которое имеет великий смысл в вечности, и которого участниками стал и Ты, и благодаря Твоей решимости, и все мы с Тобою здесь присутствующие. Аминь. 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 Продолжение следует...